зовут меня егор 36 лет родом из великих лук приехал из санкт-петербурга пищи жизни познакомился лет 7 назад когда услышал о том как важно благотворительная деятельность и искал куда можно же активно стал с участниками пищи жизни в этом году петербурге помогал на кухне готовить и в какой-то момент подписался на группу пища жизни донецк и увидел на главной странице призы волонтеров и но идея как пришла и через пять минут связался с координатором святославом договорился что приеду через месяц сложил все закончил дела как его и средства даже был какой-то азарт то есть страх был у родственников у знакомых за меня за себя у меня если честно я рассчитывал что я похудею здесь за приезду что будет какая-то аскетичная жизнь дал собой палатку спальные мешки но моим планам не суждено было сбиться мое служение началось на хлебе потом было служение на полке дров холодном цехе и конец моего пребывания здесь решил попросил разрешение служить в сердце сердце проекта пищи жизни первое было разочарование я думал что люди будут это более подвижно но увидел что в результате тяжелых событий люди стали погруженными в себя что люди стали в степени более отрешенными да люди собраны более сконцентрированные и здесь прям чувствуется энергетическое расслоение общества что некоторые либо себя отдают служение а некоторые замкнулись на себе результате тяжелых потрясений что касается территории пищи жизни здесь противоположны чувство плеча чувство братства чувство понимания сострадания здесь все действует как один большой организм один что-то делает что-то позвонил другой поможет все взаимосвязано все в гармонии все в какой-то такой красивую энергию все переплетается люди в той части России в которой я ну они как-то информационно пригружены но на уровне чувств и понимания нету того как то понимание в детстве то есть люди находятся так сказать научный язык сенсорных депривации судьба приводит человека через открытое сердце если человек готов к открытию к раскрытию себя если человек жаждет что-то узнать познать в этом мире пускай не самое приятное в плане эмоций расширить свой пугозор процесс самопознания критических условиях можно знать кто ты есть и чего ты скажешь я бы хотел пожелать людям открыть свое сердце попробовать загадать желание или найти в себе то желание которое есть чтобы увидеть мир немножечко с другой стороны посмотреть на этот мир глазами человека бескорыстно бескорыстно служащий когда ему за его труд ничего не почитается виде денег денег вознаграждения а он просто служит из позыва внутреннего это желание скрыто каждому человеку и я бы пожелал каждому человеку приглядеться внутрь себя заглянуть и отыскать это желание и сделать шаг на встречу этому порыву осуществить свой маленький вклад либо путем перевода денежных средств пускай местную какую-нибудь организацию волонтерскую пускай даже не пищу жизни любую если человек готов на какие-то более серьезные шаги трансформации совершенствования то пускай найдет неделю-две вторые свяжется с координаторами проекта и приедет сюда посмотрит и действительно откроет для себя себя нового увидеть себя в новых обстоятельствах увидит на свои чувства и эмоции тех условиях которые никогда больше возможно не приключаться и соответственно тот потенциал который в нем когда-то спал он может здесь пробудиться поэтому желаю всем открыть сердце открыть свое желание к служению и и идти по золотскому сердцу